Доброе утро! Я уже накрасилась. Сейчас буду выставлять видео на основной канал и пойду на почту, схожу, отправлю одну посылку. Девочка купила платье и мне кое-что пришло интересненькое. Не знаю, покажу я вам в этом влоге или нет. Может покажу, посмотрим. Не спрашивайте, почему я так плохо дышу. У меня почему-то с утра кровь из носа пошла и вообще нос сейчас заблокирован полностью. И для меня это очень страшно, потому что у меня был случай, когда меня даже скорая забирала. Так, Юра мне сделал кофе. Я сейчас хочу прийти с почты и готовить, кушать. Я хочу приготовить капусту тушеную. Хочу сделать, кстати, очень люблю капусту тушеную. И все-таки блинчики с тунцом, потому что вчера я их так и не сделала. Кто смотрел вчерашний влог, я планировала сделать блинчики с тунцом, к сожалению. Вообще просто не успела. Вчера целый день сидела за компьютером, даже поесть некогда было. Это жесть. Вот. И видите, на листочках я пишу свои дела. Хочу тоже отснять сегодня про блокнот свой, потому что уже нужно. Так я и буду писать на каких-то огрызках, пока вот нужно снять. И, кстати, сейчас свои бумажки заберу. Заметила, что я вот этой вот штукой вообще не пользуюсь. Очень редко, когда просто включаю. Не знаю, нужно к ней привыкнуть. Батарейки поменять, чтобы ярче было. И прямые трансляции наконец-то вести, потому что я очень давно не вела. Не обижайтесь тех, кто ждет. Я знаю, вы личку пишите. Скоро будет, обещаю. Сейчас иду отправлять вот такое вот платье. Продала на шафе. Ссылочку на шафу я оставлю в инфобоксе. Заходите, смотрите. Кому что интересно, там дешевые вещи. Просто разгружаю шкаф. Очень классное платье. Я так и не успела в нем пофоткаться. Оно просто лежит. Не буду я, наверное, его надевать. И вот девочке продала. Знаете, такое ощущение, что я вообще нигде сегодня не успею. Много всего хочется сегодня сделать. Сейчас приду, буду готовить вкусняшку. Самое главное, на почту сходить. Упаковала посылочку. Качество просто идеальное. Вы уж простите. Посылку, смотрите, какое большое я получила. Огромное просто. Ну, не такая, чтобы тяжелая. Мне просто интересно, что там. Это косметика. Привет. Будем сейчас скрывать. Да, интересно, что пришло. Большая просто. Я не ожидала. Мне должны были там пару кремов прислать. Не знаю. Ну, что-то будет. Там, наверное, больше этого уплотнителя, как всегда. Ух ты! Какая красота! Блин, а что это? А тут торт. Подожди, а что это такая красота? Ай, я не ожидала. Ну, хотя бы открылась. Ева, просыпайся. Откого вообще? Я не знаю. Давай смотреть. Это, скорее всего, светлый цвет должна быть. Мне не очень нравится. Там только фамилия и имя написано. Слушай, ну, видишь, как я упаковываю тоже? Там бомба. Бомба? Да, часики как-то, ну, все. Ой, какая коробочка. Только одна коробочка радует. Смотри. Нет! Ну, там на два узла завязано. Ну, ладно. Хорошо. Боже, как классно. Ух ты! Сколько бумаги! Да-да-да! Смотри, какая красота! Блин! Как это мило! Мевки! Светлые, спасибо вам большое! Я вас обожаю! Я все продукты уже ваши использовала. Класс! Смотри, для фото, какие классные яшняшки! Ой, классно! А это что? Зайчик! Это даже смотри! Ой, какая красота! Боже, умеют упаковывать! Спасибо большое! Очень спасибо! Я сейчас просто заплачу от радости. Что у нас здесь? Крем антицеллюлитный. 3D-маска. Ух ты! Это, наверное, для волос. И это у нас крем антивозрастной. Для кожи, шеи и декольте. Класс! Я представляю, как там внутри тоже хорошо упаковано. Не всегда красиво все. Смотрите, какая красота! Наконец-то вышло солнышко. Перед тем, как должно зайти, конечно. Но хоть так, немножко порадует. Я сейчас буду готовить. И уже с улыбкой на лице. Итак, я сейчас поджарю лук с морковкой. Потом добавлю капусту. Чумаку такую я всегда добавляю. Когда борщ варю и что-то тушу красненькое. Хочу картошку, допустим, с ребрышками красненькую. Когда тушу, тоже чумак добавляю. Девочки, не реклама, просто реально очень вкусно. Вкусная паста. Постоянно покупаю. Счет блинчиков я уже не знаю. Это нужно реально очень много времени, чтобы их сделать. Я, конечно, постараюсь. Сейчас где-то 4 часа, по-моему. Наверное, все-таки постараюсь сделать, потому что молоко пропадет. У меня уже молоко второй день сегодня. Завтра оно может уже скиснуть, потому что оно открытое. Так что сегодня, наверное, 100% сделаю блинчики. Попробую с тунцом. Тунец есть. Думаю, будет вкусно. Я, кстати, захотела добавить еще пару картошин. Сделаю такое, что-то наподобие рагу. Только без перчика. Нет, перчика, как-то не знаю, не купила я. Вот морковка, лук, капуста, паста и картошечка. Теперь я добавлю лавровый листочек. Там я зубчик чистока добавляю еще. Ну, на всякий случай, чтобы вкусно не побило. Вот. Перчик нужно добавить горошком. У меня Юра любит перчить горошком. Да, он готовит очень много, кстати, везде его добавляет. Но, было, это не дуба. Так, сама голову не переборщить. Вот так вот. И теперь мы это все заливаем водой. Каша-малаша такая получается. Сейчас еще воды добавлю на маленький огонек и под крышку. И пусть тушится. Итак, я уже делаю блинчики. И, вы знаете, уже по другой немножко системе. Я сначала вот добавила 3 яйца, а не 2 литра молока. И потихоньку молоко добавляла. То есть, не сразу все выливала, а чуть-чуть всего лишь добавила, чтобы можно было размешать муку. В принципе, когда я все молоко выливала, у меня комочками мука не бралась. Здесь же вот немножко комочки есть. Но их уже, в принципе, не видно. Они уже все растаяли. Но попробуем такой способ. И, кстати, в этот раз я намного меньше сахара добавляла, потому что у нас будут соленые блинчики. Половину соленых сделаю, а половину сладких будут. У нас варенье есть вкусное, сливовое у бабушки брала. И вообще много всего чего есть. Там мед уже есть. Будем нямсик делать. В этот раз как раз я прочитала в рецепте, что муку нужно просеять. Так что я сегодня ее просеяла первый раз, потому что я так обычно добавляла. Вот. Замесила тесто я. Замешала. Ну, вы поняли. Сейчас немножко пусть постоит, пусть мука немножечко набухнет. Я уже добавила масло. И разогревается сковородка. Она блинная, но я хочу, чтобы она хорошо разогрелась. Капусточка начинает уже там что-то булькать. Скоро будет вкусняшка. Возможно, получилось жидко, но я посмотрю. Сделаю блинчик первый. Если что, добавлю муку. А еще меня сегодня посетила вот только что буквально гениальная мысль. Сделать кормушку на балкон. На балконе возле окна сделать кормушку, чтобы птички прилетали. Потому что мне одной Евы мало. Говорят, что птицы прилетают к плохому известию. Я в это не верю. На самом деле не верю. Так что пусть воробушки, не знаю, там голуби прилетают, кушат. Я хлеб обычно, вот крошки сухие, я выбрасываю в мусор. Я на сухарики не оставляю. А так буду класть им, пусть они грызут. Тем более сейчас зима. Очень трудно им что-то найти. Будут прилетать в гости. Ну что, пробуем первый блинчик сделать. Я надеюсь, первый блин не будет комом. Сковородка хорошо нагрелась. Сейчас попробуем. Надеюсь, получится. Вроде бы получается. И они так пахнут вкусно. Кстати, с просеянной мукой они получаются более пористые. Потому что, когда я делала без просеянной муки, они такие, знаете, сбитые получались, эластичные. Я, в принципе, эластичные блинчики очень сильно люблю. Я не люблю жирные, такие пористые, жирные блины. И самое интересное то, что первый блинчик к сковородке не прилип. Значит, дальше будет все только лучше. Ну что, выпекаем. Я не знаю, как вам показать, но вот такая красота получилась. Капуста наша тушится на всю. Ну, я немножко убавила огонь, точнее электричество. Пусть доходит. Я уже почти заканчиваю, допекаю блинчики. И капусочка уже почти готова. Так что, такие дела. Я еще решила, знаете, что сделать? Я решила в тунец натереть одно яйцо. Я как-то читала рецепт блинчики с тунцом. Они были как закуска сделаны. Там было яйцо, зелень, тунец, масло и еще много всего. Там сыр, по-моему, добавляли. Сыра у меня нет, так что я добавлю одно яйцо, натру и тунец будет. Возможно, я еще зелень покрошу. У меня есть укропчик. Посмотрим по настроению. Вот, смотрите, какая красота. Очень много блинчиков вкусных таких. Не сильно сладкие получились. В меру, все в меру. Мне понравился этот рецепт, буду теперь делать так. Капуста тоже уже готова. Наконец-то нормальная еда. Генетическая нормальная еда без майонеза. Это очень радует. Итак, вот блинчики. Вот тунец, яйцо добавила и зелень. Все-таки зелень добавила. Сейчас я буду мазать по чуть-чуть. Начиночку сделаю и буду их заворачивать. Я уже вот столько назаворачивала. Честно признаюсь, я первый раз в жизни заворачиваю блинчики. То есть я блинчики с чем-то там, с мясом, с грибами я раньше не делала. Так что первый раз в жизни, может, я как-то делаю неправильно. Но мама подскажи, ты смотришь мои влоги. Вот, но одной рукой, понятное дело, что не получается все равно красиво сделать. Нормально. И так все равно все съедим. Мы когда были у бабушки, мы взяли огурцы, две банки. И одну банку она вообще не посолила. Они вообще никакие. Так что я добавила лук, чеснок, соль. И сейчас домашнее улее подсолнечным маслом домашним полью. Будет очень вкусно. Такой закусончик к бульону. Кстати, вчера бульон я очень вкусный сварила. Ну и вот такая красота у нас получилась. Будем сейчас ужинать, второе обедать. Потому что пообедать я так и не успела, потому что все готовила и на почту ходила. Ну, как всегда. Бульончик, капуста, блинчики, такой вот салатик, хлебушек, один нямсик. Всем приятного аппетита, кто жует. Дисклик. Бульончик. СоGI. Пообедать. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok